Йоу, друзья, всем привет, с вами Кочи. Сегодняшний видеоролик у нас будет о давлении на членов ОНК в Москве. Да-да, это той самой комиссии, которая брала интервью у теперь уже бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Спасибо, знаете, кому надо говорить, нашему президенту. И о давлении на свидетелей Владислава Бахова. Тех людей, которые видели тот самый удаленный видеоролик, где издевались над этим пареньком. Итак, начнем мы с Сергея Фургала. Если кто не помнит, совсем недавно он давал интервью, где рассказывал о изощренной пытке, потому что человека просто-напросто огородили от всего мира. Семья уже много раз писала ему письма. И как выяснилось потом, благодаря этому интервью, что ни одно письмо ему еще в руки не попало. Много людей вообще пишут ему письма, но даже письма семьи ему не дают прочитать. Спасибо нашему следственному комитету за это. Хотя я уверен, в тех письмах, которые пишет ему семья, нет ничего такого противозаконного и плохого. Но ему все равно этого не дают. Также не позволяет ему отправить письмо своей семье, потому что письма не доходят до 30-го. Следственному комитету опять не понравилось то, что он пишет в этих письмах. Поэтому вот так вот, друзья, все это выглядит подозрительно. Я считаю, опять же, что действительно это идет давление на Фургала, потому что даже с адвокатом наедине ему не дают поговорить. Это, знаете, такое уже какое-то издевательство. Сам же Фургал говорил, что если он признается, зовите психиатра. Потому что, да, сейчас все идет к тому, чтобы Сергей Фургал попросту свихнулся. Потому что его разделили от этого мира, как бы громко это ни звучало, он сейчас находится в постоянном одиночестве. И спасибо, конечно, членам ОНК, которые взяли у него интервью и нам показали, в каких условиях он сейчас находится. И после этого самого интервью здание ОНК захватывают крепкие люди, такие крепкого телосложения, как писали в новостях. Вы представьте, да, вот что это за совпадение. Слава богу, потом вмешалась полиция, они также написали заявление в прокуратуру, как я понимаю. И сейчас это здание, да, этот офис до сих пор принадлежит членам ОНК, общественной наблюдательной комиссии. Но там получается почти долгое количество времени не пускали членов ОНК в свой собственный офис. Там потому что был действительно конфликт. Эти крепыши, так сказать, не давали людям пройти свое рабочее пространство. И также в этом офисе работает Ева Меркачева, которая как раз-таки брала интервью у Сергея Фургала. Я ей, кстати, благодарен. Я уверен, и многие люди ей благодарны за то, что она сказала правду. Но видите, как им отплатили? На них начали оказывать такое давление. Сначала крепышей каких-то направили, да, чтобы сделать конфликт, чтобы не дать людям нормально работать. Потом я не удивлюсь, если направят еще спецназовцев, ну и так далее. Как у нас в России это любят делать. Ну а теперь давайте перейдем к Владиславу Бахову. Если кто еще не знает, что это за мальчишка, то смотрите мои прошлые видеоролики, чтобы понять всю историю, всю хронологию. А потом же возвращайтесь к этому ролику. Так вот, Следственный комитет наконец-то начал работать. И он стал устраивать допросы свидетелям удаленного видеоролика. Наконец-то мы все этого дождались. Но проблема заключается в том, что допросы стали устраивать не московские следователи, как мы все этого ожидали. Ведь данное дело взял под свой личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыгин. И он сам заявлял, что московские следователи будут как раз таки разбираться, что там действительно произошло с Владиславом Баховым. А что в итоге-то? Московские следователи просто позвонили смоленским следователям и сказали, чтобы те сделали допрос свидетелям удаленного видеоролика. Хотя, опять же, смоленским следователям, как я уже много раз заявлял, доверять нельзя, потому что это в их интересах закрыть данное дело. И, типа, как это понимать, Александр Бастрыгин? Получается, что вы не придерживаетесь своих же слов. Вы ведь сами заявляли, что данное дело взяли под свой личный контроль и что этим делом будет заниматься Москва. А что мы сейчас выйдем? Опять смоленские следователи этим занимаются. И сейчас поступила новая информация, что смоленские следователи стали давить на свидетелей удаленного видеоролика, на тех людей, которые заявляли, что Владислава Бахова на том самом видеоролике избивали. При этом это не один человек сказал, это несколько людей видели этот удаленный видеоролик. И, ну, типа, как это понимать, я смотрю, они совсем уже оборзели и обнаглели. Они не хотят работать, они хотят просто закрыть данное дело, потому что в нем, типа, не было преступлений. Типа, мы все должны поверить Следственному комитету Смоленска, что Влад, находясь в таком состоянии, в котором мы помним его на том видеоролике, сам смог пройти больше полтора километров до того местоположения, где нашли его предполагаемые останки. Специально подчеркиваю, потому что я очень сильно сомневаюсь, что это его останки. Ведь даже череп, как потом выяснилось, принадлежит не ему, а это череп 70-летнего человека. Генетическая московская экспертиза еще не готова, но смоленская экспертиза уже заявила нам, что это останки Владислава Бахова. Хотя, опять же, у нас в России любят делать фальсификации. Мы все уже знаем, как все это происходит. Я думаю, историю с пьяным мальчиком все помнят. И тут ситуация, как я понимаю, такая же. Нашли, скорее всего, как я предполагаю, какие-то останки других людей. И просто надели на них одежду Владислава Бахова и все. И это типа его останки, и Следственный комитет Смоленска с этим разобрался. А 12 ангелочков, получается, ни в чем не виноваты. Спасибо, Следственный комитет Смоленска. Я хочу сказать свидетелям, не бойтесь, идите до конца. Если вы действительно видели тот самый удаленный видеоролик, где издевались над Владиславом Баховым, стойте до конца. Я уверен, многие люди вас поддержат, в том числе и мы, блогеры. Братья и сестры, ну а с вами был Кочи ТВ. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой YouTube-канал и Instagram. Жмакайте на колокольчик, потому что сейчас YouTube редко уведомляет вас о самых новых видеороликах. И распространяйте данный видеоролик. Пусть россияне знают правду. И также пишите как можно больше комментариев, чтобы ролик выдвигался и YouTube. Всем спасибо, пока-пока.